Немножко поговорим о военно-политической обстановке, которая складывается как в нашей стране, так и вокруг нее. На сегодняшний день в странах Балтии проходят учения, то есть они не сидят сложа руки и готовятся защищать свою территорию от вероятного вторжения со стороны Рашистской Федерации. Тем более, понимая и наблюдая, что Рашистская Федерация сформировала и пытается развертывать Ленинградский и Московский военные округа, особенно Ленинградский округ. Он у них простирается от Белгородской области аж до Кольского полуострова. И, соответственно, в странах Балтии проходят учения, цель которых – отработка оборонных операций в условиях обычной войны во взаимодействии с дивизией и союзниками, привлекая также другие рода, войск и командования. Основными подразделениями, которые будут тренироваться во время этих учений, Учение называется «Весенний шторм». Это вторая пехотная бригада и западная сухопутная бригада. Маневры весеннего шторма начались с 6 мая, то есть вчера, и будут проходить по 17 мая. Это все проводится на территории Эстонии. То есть, если мы ранее говорили, что Литва начинает оборудование инженерным отношением границы в плане создания оборонительных рубежей на границе с Российской Федерацией, за исключением правительства Литвы пока не приняло окончательного решения насчет размещения взрывоопасных предметов, то есть установки минных полей. Все остальное оставится полностью. То Эстония на сегодняшний день, видите, вывела свои части и подразделения, плюс войска НАТО принимают участие в этих учениях, и, соответственно, это все, конечно же, носит оборонительный характер, и главный или вероятный противник в этих учениях рассматривается Российская Федерация. Также на территории Эстонии проходят совместные военные учения стран НАТО под названием Swift Response 2024, которые являются частью маневров Set Fast Defense 2024. В ходе учений подразделения союзников тренируют способность быстро развертывать дополнительные силы в стране. То есть, я так понял, что НАТО изменило концепт того, как... Первоначальный концепт, когда, как выяснилось, с началом массированного вторжения расистских войск в Украину, выяснилось, что концептуально было заложено до 180 суток возможность оккупации стран Балтии расистскими войсками в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Так вот, тогда еще, я помню, Галя Грибоускайте, которая была на тот момент президентом, она подняла этот вопрос, и концепт НАТО изменили. И теперь, видите, учения все направлены на то, что... Ну, во-первых, НАТО размещает войска, дополнительные войска на территории Эстонии и Литвы, а во-вторых, все учения проводятся в тематике, что быстрого реагирования. То есть, пока находящиеся вдоль границы войска прикрытия в странах Балтии, граничащих с Российской Федерацией, будут отбивать первый удар, НАТО должно очень быстро отреагировать и, перебросив войска, развернуть второй эшелон, который примет удар основных сил на себя. И развернет активные боевые действия в случае вторжения Рашистской Федерации. То есть, вот такой вот вариант. Сегодня, теперь это основной вариант. И мы, кстати, об этом еще сегодня поговорим. И кто из стран НАТО или из стран Европейского Союза, я даже так бы сказал, больше занимается этим вопросом и помогает странам Балтии подготовить свою оборону от вероятного вторжения со стороны Рашистской Федерации. Далее у нас Нидерланды объявили свои сроки поставки нам самолетов F-16. Я напомню, что Нидерланды, речь идет о 24-х истребителях F-16. И министр обороны Нидерландов объявила о том, что Нидерланды поставят F-16 в Украине осенью после поставки их летом Дании. Так что, то есть, мы сейчас летом ожидаем датские истребители. Там их, по-моему, 8 максимальное количество заявлялось. 6-8. Вот так вот колебалась цифра. Вот. Сколько будет поставлено, точно сказать сейчас сложно. Вы видите, что и сроки плавают, и количество самолетов плавает. Но Нидерланды подтвердили уже, что они будут передавать 24 машины. И это может произойти осенью, после поставки датских истребителей F-16. Соединенные Штаты высказали свое мнение по поводу того, что кем сегодня является Путин. Они сказали, что Путин президент России, но США не считают выборы в Российской Федерации свободными и честными. Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер. Также он заявил, что США не будут отправлять войска в Украину. Но Байден дал понять, что этого не произойдет. То есть, вот эти вот разговоры об отправке войск туда-сюда, никто никуда никого отправлять не будет. Как мы и говорили ранее, я вам говорил неоднократно, что никто за нас воевать не будет. Оружие дадут, боеприпасы дадут, но воевать за нас не будут. Кстати, Франция тоже, я бы сказал, даже позорно поджав хвостик, быстренько разминчала миф, я сейчас об этом тоже скажу, по поводу присутствия уже французских легионеров, точнее, военнослужащих иностранного легиона Франции, а это у них официальная составная часть вооруженных сил, в Украине. Они все уже опровергли. Между тем, Украина, наше руководство политическое, заявила вчера о том, что не признает президентство Путина. Ну да, у нас есть все основания. Потому как Российская Федерация отключила в процесс голосования оккупированные территории Украины, никем не признанные, и под дулами автоматов там пыталась сымитировать какие-то выборы, что противоречит международному праву. И не дает оснований для признания этих выборов легитимными. То есть эти выборы нелегитимны. Соответственно, Путин на сегодняшний день нелегитимный президент. Вот именно поэтому я с самого начала говорю, что и теперь с этого дня мы будем говорить, Путину будем использовать приставку нелегитим. Точно так же, как Лукашенко, самопровозглашенный. И здесь Путин самопровозглашенный президент Российской Федерации. В США, может быть, просто постеснялись сказать самопровозглашенный. Ну, видите, они сказали, что его считают, но выборы-то нелегитимные. А как может быть легитимен человек, который на нелегитимных выборах избирался на этот пост? Так вот, Украина признала Путина в связи с тем, что процесс выборов прошел. Точнее так, цитата нашего МИДа. Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации. Сообщили в МИД Украины. И призвали все страны, международные организации и общественность не признавать Путина президентом РФ. Но, видите, в семье, как говорится, не без особых членов. Франция ведет себя как, в принципе, женщина с низкой социальной ответственностью. Потому что, с одной стороны, некоторые издания французские позволяют себе утверждать на основании заявлений анонимных источников, что якобы уже легионеры французского иностранного легиона присутствуют в Украине, активно помогают нам в боевых действиях. С другой стороны, Франция хочет принудить Путина к окончанию войны. Правда, не уточняют, на каких условиях. А тут же Франция отправляет своего посла на инаугурацию рашистского самопровозглашенного президента. То есть, официально Франция участвует в инаугурации, потому что посол, это официальный представитель, и он там с французским флагом наперевес будет стоять в первых рядах возле трона самопровозглашенного теперь уже диктатора Путина. Также еще ряд европейских стран показали, ну, в принципе, ничего удивительного в этом списке. Венгрия, Словакия, Греция, Мальта и Кипр. Все пророссийские настроены. Вот как-то Бельгия попыталась тоже, хотела отправить своего представителя, но в последний момент правительство Бельгии передумало и заявило, официально заявило, что не будет отправлять своих представителей на торжественные мероприятия в Кремль. То есть, дали задний ход. Австрия как-то промолчала. Вот здесь для меня было удивительно, что они не присоединились к вот этому полустран пророссийских, для того, чтобы побежать и поклониться в ноги вождю Эрефии, самопровозглашенному. Ну, и главная такая новость, вокруг которой сейчас сосредоточено все внимание, это начался визит, двухдневный визит лидера Китая во Францию и его европейское турне. Кстати, сегодня лидер Китая должен перелететь в Сербию и там продолжить свое турне. Ну, говорят, что, видите, ситуация двойственная. Многие считают, что от позиции Китая может зависеть, я вам тоже говорил, что от позиции Китая могут зависеть сроки окончания войны и результаты окончания войны. Вот так вот, скажем даже. Или, точнее, просто результаты самой войны. Вот. Что Китай может оказать влияние на Российскую Федерацию в плане и прекращения активных боевых действий, и вывода войск. Но, скажу так, на сегодняшний день очень тяжело определить... Вот Китай, кстати, в своем амплуа. Они всегда преследуют, в первую очередь, китайские интересы. И заявления делают, ну, такие, немного размытые, я бы так сказал. Начало визита охарактеризовалось тем, что Си Цзепин заявил о том, что Пекин готов разговаривать или поддерживать отношения и с Россией, и с Украиной. Правда, впоследствии, после первой встречи с Эмманелем Макроном и Урсулой фон дер Ляйн, которая присутствовала на этой и представляла там Европейский Союз, как странно звучит, Китай, Франция и Европейский Союз. Франция что, не входит в Европейский Союз? Так вот, Эммануэль Макрон потом на совместном заявлении после первой встречи приветствовал обязательства Китая воздерживаться от продажи любого оружия и любой помощи Москве. Но это прозвучало со слов Эммануэля Макрона. А также еще президент Франции приветствовал волю своего китайского коллеги обратиться ко всем заинтересованным сторонам в различных конфликтах с призывом к Олимпийскому перемирию во время Парижских игр этим летом. Ну, вы знаете, есть такое... Ну, это негласное правило, оно нигде не зафиксировано, не является обязательным, но всегда в Олимпийском движении рекомендовали во все времена вооруженные конфликты и войны приостанавливать на момент проведения Олимпийских игр. Я думаю, что сегодня ни одна из сторон конфликта, ни мы, ни Рашистская Федерация не готовы к такой приостановке. Тем более, Рашистская Федерация сейчас, закусив у дела, пытается проломить нашу оборону, используя вот это окно Овертона, пока мы не получили основную массу западной военной помощи, особенно от США, вот этот первый стабилизационный пакет. Ну, естественно, для нас тоже это промедление смерти подобное, то есть остановка для нас будет катастрофой, потому как это даст возможность Рашистской Федерации перегруппировать войска. Поэтому понятно, что Эммануэль Макрон хочет хоть чем-то выделиться, или там проведение Олимпиады, и при этом не потерять... Кстати, у него такие были двойственные заявления в плане того, что Франция не объявляла войну Эрефии, Франция не воюет с российским народом, что типа дружба-жвачка, практически вплоть до такого. И, кстати, я скажу так, что несмотря на санкции, Франция является довольно большим торговым партнером Рашистской Федерации. Знаете, что вся атомная энергетика Франции использует российский уран, и там эта доля российского урана довольно высока в атомной энергетике самой Франции. И обратите внимание, такое маленькое наблюдение, что когда французские издания, не самые последние во Франции, позволяют себе напечатать материал, в котором сообщают, что якобы французские легионеры чуть ли не воюют в Украине на стороне наших сил обороны, Российская Федерация, ну, они вызвали и посла Франции, и посол тут же разъяснил, что никаких военнослужащих ни в какой ипостаси на территории Украины нет. Но этим и ограничились, то есть с объяснениями посла. А когда британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон делает заявление о том, что Британия не влияет на то, как и где будет использоваться британское вооружение, которое они передают силам обороны Украины, то МИД Рашистской Федерации тут же объявляет, буквально вдогонку, объявляет о том, что считает Великобританию участницей конфликта на стороне Украины и грозится нанести удары по военным объектам Лондона. Причем угрозы озвучивал тот же самый пропагандист, который, помните, занятая фраза, что якобы Рашистская Федерация может превратить Соединенные Штаты в радиоактивный пепел в один момент, да, и их Киселёк, и фамилия этого пропагандиста. Так вот, он то же самое теперь говорит в отношении Великобритании. Он говорит, только один пуск, и Англии нет навсегда. Уже ядерные угрозы пошли в сторону самой Великобритании. И зачем угрожать ядерным оружием бескрайней России, сидя на маленьком острове? Остров настолько мал, что одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы утопить его раз и навсегда, говорит кремлевский пропагандист Киселёв. Но только он забывает, что «Сармат» всего-навсего второй раз оторвался от земли. И то вторые испытания были не совсем удачными. Это только первые полетные испытания этой ракеты. То есть на сегодняшний день подтвердили, что она может оторваться от земли. Это касательно «Сармата». А то, что его там ставят на боевое дежурство, на бумаге может быть. Он уже где-то и в космосе летает. Но в жизни там ситуация совсем другая. Но пугают. Также были пугалки, были озвучены этим же пропагандистом, пугалки роботом-беспилотником «Посейдон», который там может 10 тысяч миль преодолеть. У него ядерный двигатель. Нет способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв от этой термоядерной торпеды у берегов Британии приведет огромную волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных радиационных доз. Вот такие угрозы сыпятся. По поводу волны мы тоже с вами рассуждали. И там есть парадокс. Законы физики никто не отменял. Чтобы поднять волну, надо делать глубинный взрыв. Глубинный взрыв поглощает всю радиацию. Если делать взрыв на малой глубине, то никакой волны не будет. Будет обыкновенный водный взрыв в воде. Ядерный взрыв в самой воде. И, соответственно, никакой волны не будет. Так что тут тоже есть такие нестыковки. Но угрозы уже сыпятся, понимаете. Хотя Соединенные Штаты, такое впечатление, что они к слейке поливают холодной водой Рашистскую Федерацию. И делают такое хорошее заявление, позитивное, что США не видят готовность Рашистской Федерации использовать ядерное оружие. А также не имеет причин корректировать готовность своих ядерных сил. Об этом заявил Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Хотя Путин заявил о том, что давайте проведем тренировку ядерных нестратегических сил. Я вчера вам рассказывал, что это такое. Кстати, я напомню, что такая тренировка должна проводиться два раза в год. Это как итог боевой подготовки вот этих стратегических, точнее ядерных сил. Как стратегических, так и нестратегических. Поэтому это может быть абсолютно плановое мероприятие. Только, естественно, его подсветили и преподнесли в таком контексте, как угроза применения ядерного оружия. Или подготовки к применению ядерного оружия. И еще вернемся, еще два слова скажу о визите Си Цзепина. В принципе, позиция Китая может быть склонена в нашу сторону, в нашу пользу. Почему? Потому что суверенность границ, да, для Китая это важно, потому как Тайвань, чтобы Рашистская Федерация. Плюс у Китая сейчас стоит огромная дилемма. Что ему важнее? Договориться с Европейским Союзом и открыть рынок, европейский рынок открыть для своих товаров. А Европа готова к торговому противостоянию с Китаем. Не хочу употреблять здесь слово война, но к торговому противостоянию с Китаем они очень даже готовы. И вот Урсула фон дер Ляйн, которая была на переговорах в Париже, присутствовала. Я же подчеркнул, что даже пресса написала, что Китай, Франция и ЕС. То есть Париж отстаивает свои интересы, Китай свои интересы, а Европейский Союз свои интересы. И Китаю очень важно создать условия хорошей или более свободной торговли с Европейским Союзом. А ЕС готов применить все имеющиеся инструменты для защиты своей экономики, если Китай не предоставит справедливый доступ на его рынки. И если Китай не ограничит поставки электромобилей и китайской стали на европейский рынок. Вот видите, у Европы уже несколько условий в плане торговых отношений с Китаем. Так вот, возможно эти договоренности, если они договорятся, что Китай открывает свой рынок для европейских товаров, а сам ограничивает доступ дешевых электромобилей и дешевой китайской стали на европейский рынок. Точнее не доступ, а объемы поставок не ограничит. Вот здесь, да, то есть Европа продолжает пытаться договориться с Китаем в плане торгово-экономических отношений. Что может повлиять на позицию Китая, вот эти договоренности, то есть позитив в их достижении может повлиять на позицию Китая в отношении разрешения или помощи от Китая в разрешении конфликта, точнее разрешении противостояния или агрессии России против Украины. Так будет правильнее сказать. Поэтому смотрим внимательно, еще несколько дней визита, еще Сербия, еще Венгрия, и после этого, я думаю, уже будут, ну сейчас уже будут появляться, как только Сидзепин покинет Париж, конечно же мы услышим кучу выводов, аналитиков, политологов и всех остальных. Ну и будем их обобщать и стараться прийти к одному, прийти к знаменателю, о чем же все-таки договорились, договорились на Европе, Китай и Европа. Я бы, пока Францию я бы не брал, потому что, ну пока что она выпадает или из европейской обоймы выпадает, ну в большей степени Франция преследует свои, пока что свои интересы. Даже еще раз подчеркну, пресса пишет, Китай, Франция и ЕС, выделяя Францию как отдельную, отдельную сторону переговоров. Хотя, по идее, Франция должна быть в составе ЕС и представлять там именно Европейский Союз. Может быть, но, смотрите, Китай, несмотря на вот такую попытку договориться с Европой, тут же Китай ведет агрессивную политику и фактически гибридную войну против других стран, против той же Великобритании. Хакеры из Китая организовали большую хакерскую атаку на Министерство обороны Великобритании. Произошла масштабная утечка данных. Как сообщает издание Sky News, за взломом Министерства обороны Великобритании, вероятно, стоит Китай. Хакеры атаковали систему начисления заработной платы как действующим военным, так и ветеранам. Они получили доступ к именам служащих и их банковским реквизитам. То есть, видите, да, с одной стороны пытаются договориться, говорят о каких-то взаимопониманиях и торговых отношениях. Другой стороны, ну, правда, Великобритания самостоятельное государство, она не является членом Европейского Союза. Ну, и Китай показывает, здесь, во всяком случае, получается, что Китай показывает зубы и готов противостоять с Лондоном вот тогда в кибервойне. Это фактически кибервойна. Ну, и еще пару таких сообщений. Министр обороны Испании порадовал нас просто бальзам на сердце в том плане, что она сообщила, что Украина уже получила ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Петриот» от Испании и некоторых других союзников. Так что наши украинские ПВО, или ПРО, точнее, правильно так будет сказать, опять могут эффективно поражать даже самые сложные цели. То есть, это говорит о том, что наши комплексы ПРО, такие как «Петриот», укомплектованы боекомплектом и готовы защищать наше небо. На этом, скажем, огромное спасибо Испании и тем некоторым другим союзникам, которые нам эти ракеты уже предоставили. Вот то, что я хотел еще осветить, что страны Балтии, Литва продолжают укреплять свои границы и то, что они начали ранее, они потребовали выполнения в пятой статье устава НАТО, но заблаговременно. То есть, не дожидаясь кризисной ситуации, потребовали размещения войск. И, кстати, откликнул первым, кто откликнулся на это размещение и практически единственным, это стала Германия. Германия сегодня, во-первых, они сразу же предоставили танковый батальон на территорию Литвы, там разместили его. А впоследствии, когда Литва обратилась к Германии с просьбой, напрямую уже с просьбой увеличить контингент до бригады, то Бундесвер откликнулся позитивно. И на сегодняшний день, вот сейчас, кстати, канцлер Олаф Шольц, он отказался участвовать в переговорах с Китаем, он был в Пекине, я так думаю, они там свои вопросы порешали сами. И он не стал вмешиваться в этот процесс, который происходил в Париже. И сейчас он находится с визитом в Литве, и они ведут переговоры, посетил немецких военных, которые там дислоцируются, и которые войдут в состав будущей бригады Бундесвера в этом регионе. То есть Бундесвер разворачивает полноценную бригаду, танковую бригаду, и заверил балтийские государства в непоколебимой поддержке со стороны Германии. По словам Олафа Шольца, все государства НАДО могут рассчитывать на то, что союзники будут защищать каждый сантиметр их территории. Ну, посмотрим, насколько это будет. Во всяком случае, Германия после начала масштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину, Германия приняла решение разместить в Литве бригаду Бундесвера на постоянной основе, то есть там военный городок, численностью около 4800 человек. Первые немецкие военнослужащие, включая 10-ю танковую дивизию Бундесвера, которую посетил Олаф Шольц в ходе нынешнего визита, уже прибыли в страну. То есть, бригада из состава Бундесвера перемещается в Литву и будет охранять границы Литвы. То есть, любое вторжение расистских войск, в первую очередь, немецкие войска вступят в бой вместе с литовскими против расистских агрессоров. И два слова, скажем, надо обратить внимание, потому что от этого тоже зависит ситуация на Ближнем Востоке. Ну, первое это то, что в Саудовской Аравии совершено покушение на кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Его автомобиль взорвался, сам принц жив и здоров, но среди королевской гвардии есть убитые и раненые. Это вот такая попытка убийства предприняли предварительно. Наследник короля пытался расправиться с принцем, его машина взорвалась. Сам Мухаммед бен Салман жив. Но, вопрос, вот такие события могут повлиять сейчас на мировые цены на нефть. Потому что мы знаем, что Саудовская Аравия является одним из ценообразующих государств. Ее объемы добычи могут влиять на цены. Ну, а также это может изменить расклад сил. Потому что у Саудовской Аравии там сложное отношение с Израилем, сложное отношение с Соединенными Штатами. Они пытаются договориться в этом треугольнике. И в зависимости от договоренности будет зависеть позиция Саудовской Аравии в плане ценообразования мировых цен на нефть. Поэтому это может вполне сказаться на международном. Я считаю, что эта новость очень даже актуальна и важна в сегодняшней ситуации на международной арене. И еще одна новость тоже касательно Ближнего Востока, которую тоже нельзя оставить за скобками. Израиль начал военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Заявленная цель ликвидация четырех батальонов боевиков, лидеров Хамас и попытка спасти израильских заложников. Военный кабинет Израиля проголосовал единогласно за продолжение военных действий. Кстати, армия обороны Израиля взяла один из КПП на границе с Египтом в секторе Газа под свой контроль. Я так понимаю, что задом идет просто окружить и прижать к морю вот эти несколько батальонов Хамас, которые остались там в секторе Газа. И главное сейчас выпустить гражданских. Они начали продвижение как вдоль побережья, так и вдоль границы сектора Газа и Египта. То есть пошли на окружение хамасовцев и прижатие в этом городе Рафах и прижатие их к воде. Плюс они открыли пропуск гражданских лиц, все гражданские лица, которые желают оттуда выйти, они открыли пропуск через свои боевые порядки, выпускают гражданских на территорию сектора Газа. Потому что там часть гражданских удерживается силой хамасовских боевиков. Многие страны, в том числе и Соединенные Штаты, пытались надавить на Израиль, чтобы эта операция не состоялась. И многие страны призывают Израиль к признанию и созданию на территории сектора Газа палестинского государства, государства не автономии палестинской. Но я думаю, что решение абсолютно правильное на мой взгляд, потому что нельзя наполовину закончить. Это незаконченная война, которая повторится еще раз, но уже в больших масштабах и с большими потерями с обеих сторон. Поэтому начатое надо довести до конца. Так что посмотрим, как будут развиваться здесь события, очень интересно. Но сам факт, что Израиль все-таки принял решение на операцию, очень, во всяком случае, меня обнадеживает. Потому как это говорит о том, что Израиль не собирается сдаваться, идти на поводу, а все-таки добивается выполнения, воплощения в жизнь тех решений или тех задач, которые они перед собой поставили. Субтитры сделал DimaTorzok